Одному человеку я прощаю какие-то поступки, которые, да, я считаю, что это поступки, а другому человеку не прощаю. И не могу не злиться, не могу не раздражаться. В еврейских семьях 19 века и начала 20-го было правило, насколько детей было много, а обучить их всех было невозможно, то было правило, надо было из всех детей, которые родились, выбрать одного и в одному вложить все ресурсы семьи. То есть пожертвовать остальными детьми ради одного. Одна австрийская мама, еврейская, из своих детей, я не помню, их было 6 или 7, выбрала одного и все деньги вложила в него. Обучила его в школе, обучила его, выучила его в университете, а она остальных забила. Этого мальчика звали Зига. Зига. Зига Фройд? Конечно, по фамилии Фройд. И вот этот Зига Фройд и рассказал, собственно, он это объяснил с помощью симпатии, либидо. То есть вы к чему-то тянетесь. И поэтому одному человеку эти же действия вы прощаете, потому что он вам симпатичный. Симпатичный это человек, который щекотится. Вот тот, какой вам щекотится, этот и есть симпатичный. И вы ему можете из-за шуточки простить и всякое такое. А другому, который говорит такое же, но он вам не щекотится, а колется, вы ему скажете, уйди, дурак, проклятый. То есть, грубо говоря, если что-то, нечто средне плохое сделает хороший для вас человек, или сделает среднехорошее плохой для вас человек, то вы предпочитете все равно хорошего вам человека. На это жизнь вложил и на Эдипов комплекс, и чтобы мамочку любил, на Зига Фройд. Продолжение следует...